В эфире новости 24. Здравствуйте, судья Александр Макарь. Коротко об основных событиях к этому часу. На трассе Таврида началась круглосуточная укладка третьего слоя асфальтобетона. Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления ВАД Григорий Назаров. Благоприятные погодные условия способствуют безостановочному процессу. Сейчас укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ведут на втором и пятом этапах Тавриды. Спасти от разрушения под Феодосией в рамках федеральной целевой программы строят берегово-укрепительные сооружения. Мера вынужденная. Пешеходная зона в нескольких метрах от школы уменьшается с каждым годом. В чем причина, выясняла Анастасия Крапивина. Прогулки вдоль побережья теперь только в воспоминаниях Антонина Василенко. Пенсионерка живет в самом сердце. Поселок Приморский пешком до пляжа чуть больше минуты. В течение 10 лет походы к морю стали превращаться в полосу препятствий с угрозой для жизни. Прибрежная зона разрушается. А там где обвал, туда, конечно, кто же пойдет туда, если там все. И мусор туда начали заружать, и все, с поселка туда все сбрасывали. Там образовалась такая яма. Туда все скидывали, все туда сбрасывали, бутылки и все. Работы по укреплению берега здесь проводили еще в 70-х. Опасная зона стала местом притяжения юных любителей экстрима. Узкая тропинка времен царской России в нескольких метрах от школы, а за деревьями обрыв. Так до территории выглядела еще несколько лет назад. Но опасный участок решили благоустроить в рамках федеральной целевой программы. Здесь уже появляется берегоукрепление. Совсем скоро будет и новая набережная, единственная в курортном посолке. 500 метров подпорной стены, 5 волногасящих бунов, пляж, исчебни и новые очистные сооружения. Все это вошло в проекте берегоукрепления. На большую стройку из федерального бюджета выделили порядка 300 миллионов рублей. Строители впервые вышли на объект летом 2018-го. За полтора года успели выполнить 80% работ. Осталось покрытие набережной самой, установить ограждение, пандусы для инвалидов, отсыпать один отсек пляжа щебнем, сделать устройство глубоководного водовыпуска. Это 339 метров в море. По плану сдать объект должны в ноябре 2020-го. Но подрядчик опережают сроки. Чтобы не сорвать курортный сезон в поселке, открыть часть пешеходной зоны обещают уже в июле. Затем приступят к благоустройству. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования, пока этот вопрос не решен, для того, чтобы полностью из берега купительных сооружений сделать полноценную пешеходную набережную. Потребуется ориентировочно 200-300 миллионов рублей. Сейчас определяется по окончательной стоимости и по источнику финансирования. Если проект создания набережной одобрят, уже в 2021 году в поселке появится благоустроенная прогулочная зона. Прослужит объект, как уверяют строители, не меньше 50 лет. Анастасия Крапивина, Олег Черемисин, Новости 24, Феодосия. Достижение Крыма. Республика полностью выполнила задачи национального проекта «Культура» за прошлый год. Работу оценили на федеральном уровне. На прямой связи со студией наш корреспондент Елена Носкова. Лена, какие главные достижения нашего региона? Да, коллеги, сегодня на заседании коллегии Министерства культуры представили свои достижения ведущие учреждения республики. И также наш регион поставили в пример различным субъектам Российской Федерации. Мы оказались одними из 59 регионов, где 100% выполнили национальный проект «Культура». Сейчас рядом со мной профильный министр Арина Новосельская. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как удалось добиться такого показателя? Ну, у нас слаженная команда. Я очень благодарна всем, без исключения работникам культуры Республики Крым. Это почти 15-тысячная армия людей, которые ратуют за культуру, которые пестуют своих людей, которые находятся у них в подчинении. Это очень сложная работа. Это бойцы невидимого фронта, это хранители ключей от душ, от эмоций положительных. Это патриоты своего дела, патриоты нашей страны. Поэтому всегда, когда есть слаженная работа и истинные профессионалы, результат всегда высокий. Поэтому нацпроект освоен в полном объеме. Есть знаковые решения по нацпроекту. Это и открытие самого большого виртуального концертного зала в Республике Крым на базе Симферопольского музыкального училища. Открытие первой модельной библиотеки в Республике Крым, которая состоялась в городе Керчи. Ну и ряд других событий. Ремонты клубов. Их было в этом году отремонтировано около 50 по всей Республике. И фестивальные программы, успешно проведенный год театра, 31 премьера. Это дорогого стоит. Это труд каждого работника культуры. Артиста, археолога. И сейчас вы знаете, что к Министерству культуры присоединяется Комитет по охране культурного наследия. Это огромный объем работы в сфере охраны, надзора. Поэтому я думаю, что будет сложно, но очень интересно. А какие самые масштабные проекты нам предстоит увидеть в 2020 году? Над чем предстоит работать? Ну, кроме нас проектов, госпрограмм, федеральной целевой программы, республиканской адресной инвестиционной программы, государственной программы по сохранению культуры и объектов культурного наследия, наши топовые мероприятия, такие как Великое русское слово, Боспорские огоны, Волошинские чтения, Евразийский мост, Солнечный остров. Это те мероприятия, которые проходят ежегодно на Крымской земле, собирают огромное количество уже поклонников. Спасибо вам большое за беседу. Коллеги, мы готовим развернутый материал о сегодняшнем мероприятии, расскажем о самых главных достижениях республики. Коллеги. Спасибо, Лена. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Елена Носкова. Загадки истории. Необычную находку обнаружили поисковики на востоке Крыма. В штольнях нашли плиту с названием армейского подразделения «Батарея-29БИС». Подробности знает наш корреспондент Екатерина Рябова. Она на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. Чем необычен артефакт? Да, коллеги. Мы находимся в Ленинском районе, недалеко от Каменоломен, где обнаружили камень с указанием наименования береговой батареи Черноморского флота. Находку считают необычной. Подробнее о ней нам расскажет представитель правления региональной общественной организации «Батарея-29БИС» Андрей Госипов. Он сейчас находится рядом со мной. Андрей Владиславович, здравствуйте. Расскажите подробнее о находке. Нашими поисковиками Керченскими, Крымский рубеж, были обследованы данный район. Именно в штольне, где находилась во время Великой Отечественной войны 1942-1944 год склады немецкие, были обнаружены находки времен Великой Отечественной войны. Также был обнаружен камень, который рассказывает о себе, что здесь во время войны находился пленный, который служил на 29-й батарее в районе села Челединово, где он увековечивал надпись с названием 29-й батареи. Вот. Находки интересные, вот. Поэтому будут уже как-то изучаться дальше. Какова дальнейшая судьба? То есть после изучения будут ли они переданы в музеи? Да, находки будут переданы в музей 29-й батареи. Экспонироваться они будут обязательно. Вот. Все будут находиться непосредственно в нашем музее. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с представителем региональной общественной организации «Батарея 29БИС». Подробнее о находках, сделанных в Ленинском районе, расскажем сегодня о вечернем выпуске в 19.30. Студия. Вам слова. Спасибо, Катя. Будем ждать твоего сюжета. Напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Екатерина Рябова. В Крыму единороссы дали старт предварительному голосованию. До 5 мая нужно определиться с кандидатами для последующего выдвижения на дополнительные выборы в Государственный Совет Республики. Елена Бережная расскажет о деталях процедуры. В Крыму пройдут дополнительные выборы в парламент второго созыва. Выдвигать кандидатов предварительного голосования региональное отделение партии будет по гвардейскому одномандатному избирательному округу номер 19 Симферопольского района. Каждый кандидат должен представить программу реализации послания президента о федеральном собрании. Это очень важный акцент. Второе. Обязуется после избирания вступить во фракцию «Единой России». И третье. Это то, что все документы можно подавать через интернет-ресурсы. Процедуру предварительного голосования «Единая Россия» запустила по всей стране. Выдвигать кандидатов на предстоящих в этом году федеральных, региональных и муниципальных выборах будут до 5 мая, а сам единый день голосования пройдет уже 31 мая. Елена Бережная, Руслан Князев, Новости 24. На этом все. Больше информации на нашем сайте. Об интересном сообщайте в редакцию. И помните, мы делаем новости вместе с вами. Желаю всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин